Всем привет! Канал «Балаковский репортер» и Металлургический завод Балакова представляют новый проект. Он посвящен грядущему юбилею нашего города. Еженедельно мы будем рассказывать об истории Балакова через людей, потому что люди равно Балакова. История нашего города начиналась здесь, на этих улочках, на которых до сих пор можно увидеть дома почти с двухвековой истории. Сначала деревянные, потом каменные. Они до сих пор хранят воспоминания. В этом году городу Балакова исполняется 260 лет. С одной стороны, это не такая уж и крупная дата, ведь есть все-таки города из более глубокой истории. Но тем не менее, за это время Балакова превратилась из маленького села в город. И не канула в лету, как десятки других подобных поселений. А начиналось все отсюда, с берега реки Балаковка. Каждый житель Балакова знает, что манифест 1762 года императрицы Екатерины II призвал старобрядцев, бежавших из России, вернуться в страну и селиться в Поволжге между двумя иргизами. Так в конце 18 века якобы и были образованы несколько поселений. В том числе и Балакова. Любители истории родного города с этим спорят. Мол, никто не станет целиться в глуши. Обычно люди выбирают места, удобные для освоения. И чаще всего там уже бывают какие-то деревеньки или поселения. Поставить точку в этом споре нам помогут работники музея. Приехали старобрядцы. Ну, возможно, еще до указа Екатерины II, который только узаконило, в общем-то, существовавшее, скорее всего, село старобрядческое. Население Балакова увеличивается за счет пришлого населения. Оказывается, именно на этих территориях обитали беглые каторжане, скрывались старобрядцы. В общем, подальше от центра селились те, кому была неугодна власть. И Екатерина II мудро предположила, раз они все равно там живут, пусть и осваивают земли, превращая окраину в цивилизованное поселение. Поволжье не случайно называют Русской Америкой, потому что заселялось Поволжье не только русскими, но и украинцами, и татарами, и чувашими, и мордвой. И потом у нас здесь, оно было не только многоконациональным, наша территория, но и многоконфессиональным. Здесь у нас и немцы, здесь у нас и другие иностранцы, просто немцев было больше всего. Обычный житель Балакова того времени – это человек, который делает все своими руками. В доме нет практически ничего привезенного из других городов и тем более стран. Разве что соль, которую на берегу Волги, не найти. Наша крестьянка сидит за прялкой. Это была женская работа. И посеять ли он, и собрать его, и высушить, и вытрепать, и напрясть нити достаточное количество, и обеспечить всю свою семью и одеждой, и интерьерными тканями. Такое традиционное хозяйство, где производят все сами. Старобрядцы очень быстро стали примером и для других обитателей территории. Их ценили за трудолюбие, практичность, верность традициям. Старобрядцы, которые поселились на Балаковских землях, были работящие люди. Как говорится, что посеешь, то и пожнешь. Но перед этим нужно было хорошенько помолиться. Но не только это помогало селу Балакова расти и развиваться. Старобрядцы привозят сюда пшеницу-белотурку. И на этих землях, которые ранее не обрабатывались, она дает очень хорошие урожаи. Благодаря пшенице меню жителей Балакова стало разнообразнее. Но все равно оставалось достаточно традиционным, без изысков. Все, что готовится в этой печи, это и щи, это и каша. Это может быть и рыба жареная. Но мяса очень мало, потому что соблюдаются все посты, все праздники. И блюдо обычно ставилось на стол одно. Но во главе большого стола, конечно, садился отец. Рядом с ним сыновья на приставных лавочках, на табуретках дочери, которые впоследствии уйдут из этой семьи. И по очереди из такого большого блюда хлеба и щели, или кашу. Еще один продукт также постоянно был на столе – рыба. В Балаковке и Волге ее водилось очень много. По одной из версий, и река раньше называлась Балыковка от слова «балык», а значит, и село было Балыково. Кстати, еще две версии происхождения названия села, от слов «бурлаки» и «балакоть» кажутся работникам музея менее вероятными. Названия наших водоемов, они все связаны с рыбой. Ну, то есть Ленева, Сазанлей, вот. И, соответственно, Балаковка, которая, возможно, называлась когда-то Балыковка. Здесь были рыбные промыслы. И даже к началу 20 века рыбы здесь ловили много, и Балаков вспоминает, что на базаре можно было купить 12 сортов черной икры в зависимости от засуда, и она не была здесь большой редкостью. Долгое время Балакова оставалось селом, но оно развивалось, росло. Территория здесь была удобная, и потому люди не искали лучших мест, а спокойно жили и трудились. За сто лет здесь мало что изменилось. Жителей насчитывалось чуть более двух с половиной тысяч, значимых исторических личностей наша земля не растила. Но во второй половине 19 века все начало меняться. В конце 19 века в Балакове появляются видные купцы-меценаты, первые врачи, учителя, люди, которые оставили свой след в истории. И с тех пор в каждый период развития Балакова находятся те, кем стоит гордиться.